Мы читаем, как сводки с фронта, с картинками, с интервью. Нам показывают мерзнущих людей, которые там в шубах, в ватниках, греются чем угодно. Собирается парламентская комиссия, а вы говорите, что все нормально. Господин Бородин, получается нам врут, когда показывают мерзнущих людей в прошлую зиму? Или что? Скажем так, не врут, несколько сгущают краски. Это не дипломатичное слово врут. Допустим, задолженность 15 тысяч, которая есть на такое количество домов, но это просто, ну, такой, ну, как скажем, надутый несколько повод. Задолженность это одно, а реально мерзнущие люди это другое. Вот люди-то реально мерзнут. Реально, действительно, трагедия, можно сказать, состоялась по одному дому, по дому, который был не включен в систему отопления, из-за того, что квартиры были брошены, большая сумма задолженности, и поставщик тепла отказался туда подавать тепло. Но, уверяю вас, поставщик в ту же секунду готов предоставить, включить, подключить отопление, как только будут погашены задолженности. Сколько у вас сейчас домов не подключено к отоплению? Два. Один дом отказался, второй день это тот дом, который брошен. Все остальные 100% подключены. Причем во всех частях города, включая мелкие части города, это и Сомпа, и Кукруза, и Ору. Вы согласны, что проблема решена, господин Гамакин? Ну, конечно, нет. Этой проблеме, наверное, лет 15. А с 2018 года эта проблема еще более обострится. Дело в том, что новый закон о квартирных товариществах и квартирной собственности, который полностью ступит с 1 января уже через год, 2018 года, будет предусматривать такой вид, как банкротство объединений собственников, а это будет только квартирное товарищество. А в случае банкротства члены вот этого объединения квартирного будут отвечать по долгам своего объединения. В настоящее время еще, к счастью, квартира собственники не отвечает по долгам квартирного товарищества, но точно так же, как и товарищи не отвечают по долгам своих, как говорят, владельцев. А вот через полтора года, даже поменьше, такая возможность будет. И тогда не исключено, что в процессе ликвидации этого дома, ну, не дома, естественно, а товарищества, будут взыскивать вот эти, так сказать, долги собственников, вплоть до обращения взыскания на их квартирную собственность. И чем это грозит? Грозит продажа квартир. Принудительные продажи. Проблемы всегда есть. И в Нарве тоже. И я не помню, в этом году, кажется, обошлось, а в прошлом году Союз выросказал, что вот какие-то дома, там, 2 или 3 дома на мысе, кажется, не подключим, пока не заплатите. Вот, на мой взгляд, это абсолютно асоциально, такое отношение поставщика тепла противоправно. Я это готов доказывать уже несколько лет и могу здесь коротко повторить. Ну, и даже неэкономично вот такой подход. Вот если конкретно говорить, то не исключено, что для небольших вот таких населенных пунктов, где есть своя котельная, необходимо пересмотреть налог с оборота. Я хорошо помню то время, когда с теплоэнергии был налог с оборота равен нулю. Потом сделали 5%, 10% и, наконец, дошли мы до того, что, как на все обычный товар, как Виталий любезно сказал, продавая в магазине, это недопустимо. Очень долго Нарваюэсу ждут, что кто-то построит им вот эту отопительную трубу с Балтийской станции или с Эстонской станции в Нарваюэсу, и тепло будет дешевле. Вы сказали, что это утопия, да? Нет, я так не сказал, просто надо считать. Считать. Посмотрите, город Кохтла-Ярве топит свою часть города Ахтме из Кохтла-Ярве, это 18 километров. У вас получается? Да. Это не утопия. Это возможно. Нет, конечно. Технически это возможно. Это очень дорого. Просто считать. Но в данном случае, конечно же, чем ближе источник производства энергии потребитель, тем, конечно же, это всегда удобнее, лучше и безопаснее, экономичнее. То есть масса аспектов. В данном случае было экономико-техническое обоснование, которое показало о том, что это возможно, это не будет никаких больших теплопотерь, которые приведут к катастрофическому удорожанию тепла. Проект был реализован и успешно работает. Это для зрителей Нарва-Яйца, что такая труба теоретически и практически возможна. Вопрос в том, сколько там потребителей и сколько будет стоить тепло, которое построят по этой трубе из Павлиской станции. Тепло будет дешевле, сколько будет стоить проект и постройка этого. Говорят, что даже такой вариант просчитывали. Оказалось, что на выходе тепло будет стоить дороже, чем сейчас Нарва-Яйца. То есть есть ли смысл этим вообще заниматься? Монополист себя чувствует как барин, как Тас Алтычиха знаменитая. Хочу — отключу, не захочу, значит, не отключу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова